Всем привет! Сейчас я вам покажу, как из плитки, если у вас осталось сделать клумбы, так как начался дачный сезон, будем пытаться сделать огород красивее. Итак, плитки у нас подразделяются на две. Если у вас плитка, которая ложится на пол, она будет более толстая, ее нужно пилить болгаркой, диском по бетону. Сейчас я вам покажу, какой диск. Вот такой вот диск, он по бетону металлический. Плитка, которая толстая по полу, ее нужно пилить только им. Вы не сможете ее сломать и ничего с ней сделать. Так, а если у вас обычная плитка, которая на стену крепится, она более тонкая, легко терпится, берем, ставим на отрезок плитки, не скользкой стороной, а шершавой-шершавой, обратной-то обратной. Вымеряем размер и отверткой обычной делаем надрез, после чего диск располоснули и надломили. А надломаем мы так, то есть ложим под плитку отвертку, надавливаем и она ломается. Очень просто. Вот столько я плитки надпилил, одним размером. Сейчас из нее буду делать клумбу, из этой плитки. Вот так вот клумба выглядит. Что я делал? Я брал обычный электрод, воткнул в землю, по периметру, там, там и там электрода. И просто веревку давай мотать. Здесь, здесь, там и там. После чего взял угольник. Вставил ровно к углу. И замерил, ровные углы нет. Можете так, можете вовнутрь, как хотите мерить. Как вам удобно. Вот у меня все ровно. После того, как вы вымерили, берем топор, один, вставляем, а вторым бьем сверху. Вырубили и плитку в это отверстие вставили, вот так у меня. Вот. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. То есть, меня в данном случае. Вот так вот втыкаем. И вот так вот будет это все выглядеть красиво. Делаем надпил. Берем отвертку, либо ножик. Ну, ты покажу, что это как. Что делаем. Это плитка, которая на стену. Теперь берем, вот он красивый надрез. Вот я делаю вот на такие вот части, одинаковые. Чтобы было красиво. И так с каждой. Но плитка, которую на пол, вы не сможете так сделать. Давайте еще раз покажу. Отвертый. Я же говорил, отвертый можно. Отвертый еще проще. Берем, подкладываем отвертку сюда вот. Вот и все. Простенько как. Вот так вот все вышло. Плитку еще дождем обмоет. Будет вообще красота. Сюда, вот это вот уберется. Сюда засыпется земля. Вот где-то по самые почти края земля будет. И высадятся в середину цветы на голеннике. А по краям однолетние рассады мои. И будет вообще красотень. Так вот учитесь. Так, а сейчас я вам покажу свою рассаду. Вот такая вот у меня рассада. Вот и семечек ее высадил, вырастил. Вот это вот я буду усаживать. Кстати, вот на окна надо газету приклеивать. Солнечные лучи попадают на рассаду, и рассада погибает. Вот у меня один цветок хорошо как-то сдох. Вот повесил газеты, и все, и жизнь стала. В общем, снял, короче, с качелей горшки. Их нужно было высыпать землю, перемешать с другой землей. Потому что старая земля плохо насыщенная, и не такая уж минеральная. Взял, короче, конский перегной. Представительно было бы с земли взять, но земли не было. Сейчас только конский перегной. Вот высыпаю сюда. Так вот разровнял землю. Положил. Точнее, перегной конский. Вот видите, почему я не хотел перегной землю больше. Комки вот такие вот получаются. Да и в говне неприятно ковыряться. Вот так вот выглядит. Высадил рассаду. Цветы у меня там какие-то и длинолепестковые. Потом вот этот цветы вулкан. Очень интересно, как они будут выглядеть, эти вулканы. Будут много мелких цветочков типа расти. Не знаю, посмотрим. Вот, как я и обещал, высадил однолетники все. Все разные. И сюда в центр многолетники. Сейчас я вам покажу, как у меня выросли многолетники, которые в прошлом году садил. Вот у меня многолетники. Это гехера растет. Вот это растет фанай у меня. Вот такой фанай уже. Это хоста голубая. Это пион обычный. Муравьи ползают по пиону. Кстати, с дачи выкопал морякорешку. Уже 4 года или 5 лет растет. И постоянно вот цветает. Просто нашел маленькую морякорешку, пересадил. Вон она такая здоровая. Каждый год радует. А вот прошло 3 недели. Морякорешка выглядит вот так вот через 3 недели. Спустя 3 недели морякорешка вот так вот выглядит. В общем, прошло 2 недели, наверное, грубо говоря. И, короче, цветы все сгорели, корни. Вот это многолетники уже посадили. Я бы все равно сгорят. Не верят. Прижилось только вот 1 маленький цветок, 2 цветок и 3 цветок. Но сгорят они в дальнейшем. Короче, запомните, цветы на говне не растут. Всегда в земле лучше, в обычной земле садите, даже не в покупной. Все в огороде примутся. А в говне они сгорят все корни. Вот, например, взял старую землю, когда садил в горшок. Вот, просто со старой землей смешал, посадил. Те же самые цветы. Идеальные. Вот второй горшок. Как доказательство. Вот. Идеально все растет. Тут все сгорело поголовно. Так что цветы на говне не растут, запомните. С этими цветами получился какой-то блокбастер. Сейчас пойду, короче, эти цветы в магазин покупать. Где-нибудь в город поеду. На машине. Будем выбирать новые цветы и садить. Многолетники пускай для экспериментов в говне побудут. Может быть, примутся. А вот дальше возьмем горшки землей, пересыпем. Главное уберем. Короче, приехал. Взял. Кокрозочки будут расти. Алита. Шесть штук Алиты. Целозию взял. Две. Красные. И красные. И одну целозию. Делаю. Снимать шаг. Чтобы знать, как будет. Иди, что пересчитать. Все, ага. Так, пипчик. Это как называется? Это петуния. Петуния. Сколько мы взяли? Девять. Девять петуни взяли. Можно? Спасибо. Да, спасибо. Давайте. Прошай. 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 В общем, как я сделал. Многолетники оставил, а по периметру убрал конский навоз. Сейчас туда буду лазить землю и засыпать. Так вот это выглядит. Запомните поговорку. Цветы вази к говному унитазе. Подъехал. Сейчас буду землю набирать. Телегу. Короче, насыпаю землю по периметру. И остатки живых цветов, которые не догорели. Вот более-менее зелененькие. Вот что-то там более-менее. В этом ряду я высадил чисто один ряд. Остался живой. Почти жив. Вот высадил цветы однолетники. Вот здесь вот покупные. В землю. И в самом краю здесь в ряд те, которые остались живые. Счастливчики. Которые прошли жесткое испытание. Ладно, ждем, пока вырастет все. Идет дождь. Прошли ровно сутки. Вот мы и дождались. Вот так вот наши цветочки выглядят. Видите, вообще себя плохо чувствуют. Смотри, смотри, в небо. Вот такие. Самолеты! Самолеты! А где высший пилотаж? Я не пойму. Ужас. Вот такая вот клумба получилась у нас расцвела. Вот такие вот лампочки поставили. Ночь наступает, они прям ярко светят. Цветы бы еще правильно рассадил, бы знал, где какие садить. Вообще бы красотень была. Но они еще раз цветут, будет вообще красота. Ладно, с 300-летием Кузбасса. Всем счастливо, всем пока!